В Ижме прошел открытый спортивный фестиваль «Ижемские состязания». В последнее время этот традиционный праздник национальных видов спорта набирает все больше популярности. На этот раз география участников конкурса расширилась как на юг, так и на север. О центральном событии, соревновании, празднике охотника, репортаж Елены Кононовой. Уже по традиции праздник охотника начинается с дефиле. Но вместо красавиц на подиум выходят местные богатыри, как и положено, в охотничьей амуниции. Ведущая довольно придирчиво осматривает лузан одного из участников. На куртке из плотной ткани нет карманов для соли, патронов и спичек. Без этих вещей охотник в лесу может пропасть. На спине нет топора, тоже непорядок, зато трофеи на месте. Это листья шкура? Сам поймал. А мне подаришь? Ну-ка, ну-ка, запиши мне свой телефончик. На поясе тазма с металлическим орнаментом и медвежьими зубами. На ней же висит нож. С собой охотник обязательно берет лямпы, широкие самодельные лыжи, койбить палку с заостренным наконечником, еще селки и капканы. Это селки на зайце и лесу. Надо в снег закопать, зарядить и спрятать под снег. И обязательно прикрыть листьями, чтобы запах человека заяц не почуял. Далее участников ждут испытания посерьезнее. Первый этап – розжиг гастра. Для охотника это крайне важное умение, особенно зимой в лесу. Причем у каждого конкурсанта свои секреты. Кто-то сначала складывает дрова, а потом разжигает бересту, кто-то делает наоборот. Следующий этап – биатлон на лямпах. На охотничьих лыжах участники преодолевают необкатанную трассу, а на огневых рубежах стреляют по мишеням из пневматического ружья. Бросают копья и дротики. Самые трудные испытания, как оказалось, подняться на лямпах в гору. Судьи даже разрешают охотникам снять одну лыжу. Тем временем, в своей очереди, ждут владельцы снегоходов. Этот вид транспорта для ежмы традиционный, так что с крутыми подъемами и поворотами участники справляются без труда. Особенно, если железный конь отечественного производства. Это бураны, отечественные снегоходы лучше. Мы на них постоянно выигрываем. Может, по скорости уступает, но по маневренности намного лучше. Кстати, в последнее время ижемские состязания привлекают все больше гостей. В этом году число участников пополнили представители южных районов Коми и Заполярья. Правда, сами организаторы признаются – на праздник деньги нашли с трудом. Несмотря ни на что, мы этот праздник еще нам родным. Несмотря ни на что, мы этот праздник будем всегда проводить. Это же сохранение традиций. Смотрите, сколько молодежи. Это ведь для них организовано. Раньше в основном участвовали пенсионеры, а сегодня много – молодежи. Они приходят и тоже соревнуются. Кстати, зрители в перерывах между стартами без дела тоже не сидели. Бросали на меткость копья и топоры. Так что мишень в итоге развалялась на кузки. Занятие по вкусу нашли и самые юные ижемцы. Они катались с горки. Елена Кононова, Людмила Чудова, Анатолий Канев, телеканал Юрган, Ижимский район.